Добрый день. Я Кирилл Рассалима, музыкант, преподаватель, перкуссионист. Больше 20 лет занимаюсь ударными инструментами. Собрал коллекцию из 300 с лишним инструментов. Могу сказать сразу, самый простой, самый лучший, самый управляемый, самый универсальный, самый лучший, самый лучший инструмент. Из всех ударных инструментов это кахон. Его можно использовать в любых видах музыки. Можно использовать его тихо, можно использовать его громко. Можно использовать его низко, можно использовать его высоко. Как хотите, так и используйте. Самый универсальный вид ударного инструмента. Можно имитировать конгу кубинскую, можно имитировать арабскую ударбуку, можно имитировать барабанную установку, можно имитировать бразильские сурда, можно имитировать что угодно, хостаньеты. хлопки ладонями, все что угодно самый универсальный инструмент общеизвестно что кахон появился в Перу те кахоны которые были в Перу звучали по другому устроены были по другому и функции у них были совершенно другие историю кахона современного можно начинать рассматривать с начала 70-х годов когда они появились в Испании и стали использоваться в музыке фламенко использовались они и использовались в музыке фламенко и стало принято считать что кахон это испанский инструмент и теперь многие считают да я и сам так считаю что самые лучшие кахоны делают в Испании это правда это закон но каждое правило имеет исключение и сейчас я расскажу вам об одном таком исключении помимо Испании в Европе есть такая маленькая страна Германия все мы знаем и наслышаны о немецкой педантичности скрупулезности об их великолепном совершенно чувстве ответственности и об их дисциплине все это вложено в эти инструменты производитель называется шлагверк перкашен производит кахоны не только кахоны другие виды ударных инструментов тоже но мировую известность завоевал за счет производства кахонов 30 лет в этом году исполняется этой фирме опыт колоссальный модельный ряд огромный вот за спиной у меня небольшая часть этого модельного ряда сейчас будем рассказывать о моделях фирмы шлагверк многие ученики спрашивают а какой кахон в каких условиях лучше использовать как лучше настраивать что вообще делать с этим кахоном как играть на нем рок музыку а как на нем играть афрокубинскую музыку для каждого из этих жанров существуют свои настройки свои инструменты свои модели сейчас мы об этом поговорим кахоны фирмы шлагверк делятся на две большие категории это кахоны со струнами где в качестве высокочастотного резонатора используются гитарные струны регулируемые эта серия называется кахон ла перу что отдает дань перуанскому происхождению этого инструмента и также есть инструменты которых в качестве высокочастотного резонатора используется конструкция аналогичная подструннику малого барабана то есть набор изогнутых пружинок который прикасается изнутри к передней поверхности такие кахоны составляют серию под названием два в одном почему два в одном потому что можно подключить эту пружинную систему и будет звук как у малого барабана можно ее отключить и будет звук чистый без высокочастотного дребезга и резонанса и высокочастотных вот этих вот шумов присущих малому барабану и тогда мы получим звук аутентичный то есть звук максимально напоминающий самые-самые древние кахоны из Перу сейчас будем рассказывать о кахонах серии Ла Перу внимание это кахоны со струнами струны регулируются натяжение струн регулируется то есть тембр высокочастотных колебаний вот этих высокочастотного этого шипения можно регулировать с помощью специальных колков которые находятся на нижней части инструмента с помощью специального ключика кахон зебрано модель 4011 не все модели шлагверка имеют имя собственное хотя некоторые имеют поэтому те модели которые не имеют имя собственное я буду называть цифры которые вы тут же забудете но потом на сайте посмотрите и вспомните зебрано 4011 кахон я бы отнес к категории универсальных при определенных настройках он может быть очень очень иметь очень очень деликатное звучание прикосновение каждым пальчиком легкое будет слышно и будет отдельно от других звуков то есть можно при такой настройке использовать его во фламенко в легком джазе в музыке кантри и в легкой музыке латино если мы спустимся ниже то мы увидим что за счет конструкции и материалов передней стенки игровой поверхности мы имеем очень глубокий и богатый бас от чего это зависит вообще фирма Schlagwerk очень большое внимание уделяет не только конструкции самого инструмента в целом то есть толщине стенок и прочим конструктивным особенностям а и конструкции отдельно передней стенки это как в гитаре от деки зависит на 80% звук инструмента у этого инструмента передняя стенка очень очень тонкая и упругая за счет этого при басовом ударе имеет довольно большой ход и соответственно большую глубину этого баса бас очень низкий то есть фундаментальная частота этого инструмента довольно низкая можно использовать его в качестве басовой партии в этнической музыке можно с помощью такого самодельного демпфера то есть куска поролона свернутого несколько раз заглушить этот инструмент внутри у него имеется вертикальная рейка сделанная специально для того чтобы можно было демпфер вставлять поролоновый демпфер вставлять между этой рейкой и передней стенкой таким образом меняя как бы упругость толщину и положение этого демпфера мы можем в очень больших пределах регулировать басовое звучание то есть можно сделать его совсем коротким упругим басом таким как заглушенная бочка от драмсета можно сделать более длинный звук сейчас демпфера там нет звук длинный можно сделать его короче кахон очень очень универсальный любая музыка может быть на нем исполнена я сам использую такой кахон во фламенко и в громких латиноамериканских видах музыки таких как сальса или джипси румба также имеет достаточно большой динамический диапазон то есть тихо на нем играть столь же приятно и столь же красивая получается партия как и громко то есть очень хорошая разборчивость на низах на низкой громкости шлагверк лаперу модель zebrano шлагверк лаперу модель 4022 skinwood уникальный инструмент аналогов в мире не имеющий в чем его уникальность ну во первых конструкция лаперу то есть струны регулируемые с регулируемым эффектом верхнечастотных резонансов уникальность в том как фирма шлагверк подошла к производству передней деки то есть звучащей поверхности все мы знаем что такое фанера это несколько слоев шпона склеенных между собой в поперечном направлении волокна поэтому она прочная здесь сделана очень хитро сделан тонкий лист шпона у которого с двух сторон приклеены два слоя но не такого же шпона а козьей кожи специальным образом обработанной то есть это фактически композит между композит из фанеры и натуральной кожи всем известно что на этнических инструментах натягивается на бубнах на конгах на всех мембранофонах этнических натянута козья кожа ну или кожа буйвола что в общем-то то же самое только зависит от этого тембра здесь некая комбинация что это дает это дает очень-очень высокую упругость очень высокую мягкость и упругость передней стенки то есть такое ощущение что мы играем по мембране вследствие этого у инструмента очень-очень странный и очень специфический тембр тембр специфический в чем его специфичность это кахон для исполнения этнической музыки это кахон который очень хорошо звучит если на нем играть как ни странно в партии торбуке из арабской музыки у него нету таких свистящих и громких высоких частот как у других моделей лаперу то есть в качестве имитации драмсета он будет звучать только в ну скажем в таких современных жанрах как дарк фолк и подобных им а я использую такой инструмент в бразильской музыке в апрокубинской музыке и в современных вариантах этнической музыки таких скажем как этно-джаз этно-рок и так далее в этих жанрах этот кахон незаменим и звучание его ни с чем не перепутаешь он очень специфически звучит и имеет ну как бы достаточно узкий диапазон применения но в этом диапазоне он вне конкуренции скин вуд то есть название его определяет собственно его суть для тихой и средней громкости игры то есть большого диапазона большой громкости звуки на нем издавать можно но наибольшая музыкальность его проявляется на низкой и средней громкости по аналогии с определением звучания тарелок можно сказать что у него звучание темное низкое и сухое модель шлагверк лаперу скин вуд 4022 шлагверк лаперу 4017 black ice надеюсь объяснять почему black ice не надо очень красивый очень специфического вида тархон относятся к разряду универсальных струны регулировка верхнечастотного резонанса также с помощью дополнительного демпфера регулировка баса сейчас демпфера нет благодаря конструкции верхней передней стенки и верхней части передней стенки имеет очень-очень резкий и большой атакой слайб что позволяет его использовать в качестве замены драмсета очень богатый глубокий звук можно настроить его и для фламенко и для джаза и для латины и для драмсета то есть кахон универсальный один из самых старых кахонов которые у меня есть моя мама этот новый сейчас тот который у меня весь уже потертый весь облезлый но при этом ну как и все хорошие инструменты чем дольше на нем играешь тем лучше звучит сейчас он звучит космически совершенно у меня он уже лет 8 поэтому ну помимо звуковых и эстетических качеств фирма шлагверк славится тем что кахоны абсолютно неубиваемые то есть самый первый шлагверк который у меня появился появился в 86 году вот смотрите сколько прошло времени у него вот за это время из четырех струн которые внутри там есть одна оторвалась но одна оторвалась собственно по моей вине а так он звучит не хуже чем когда был новый так что инструмент на многие многие годы как и все производит шлагверк немецкое качество это не шутки и не сказки это действительно так шлагверк Black Eyes 4017 начинка кресетка на пейс красота т Продолжение следует... 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 Также конструкция позволяет делать громкие и резкие слэпы В целом это позволяет его использовать в качестве замены барабанной установки Ну и также поскольку он так же глубоко и широко регулируется весь Начиная от басов и заканчивая струнами и верхами То на нем можно играть и фламенко и латино и джаз Любые жанры музыки Главное понимать как это регулируется Демпферы дополнительные можно туда вставить Можно их выносить, можно заглушить струны, можно ослабить и так далее Кахон универсальный, кахон для любых видов музыки Подойдет всем Ну и скажем так, всем у кого рост не более 2 метров 10 сантиметров Те кто выше, будет им неудобно на нем сидеть Кахон лаперу Те кто выше 2 метров 10 не покупайте Медленно и торжественно переходим к следующей серии 2 в 1 Это кахоны, которые в качестве высокочастотного резонатора Имеют не струны, а подструнник от малого барабана То есть набор металлических пружинок Шлагверк Серия 2 в 1 Блэк Макасар Цифра 432 Шлагверк Блэк Макасар 432 Кахон 2 в 1 Серия 2 в 1 Блэк Макасар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова флагман серии 2 в 1 black macassar имитация барабанной установки полная для тяжелых плотных видов музыки для современной музыки для современных танцевальных видов музыки незаменимая вещь также достаточно чувствителен то есть динамический диапазон огромный в чем фишка он сделан не из дерева как предыдущие все модели последующие он сделан из специального композита но на ощупь и на вид вроде как пластик но они сами говорят что не пластик но не признаются что это за материал он очень тяжелый он реально раза в полтора тяжелее чем обычный кахон но за счет этой тяжести за счет того что стенки очень-очень толстые он имеет на низах очень большую отдачу внутри у него установлена специальная форма поролоновое покрытие которое глушит низкочастотные обертона паразитные и остается только самое главное то есть полная имитация бочки слеп имитация малого барабана а а а а а а и а Продолжение следует...